Всем привет! С вами Оля на канале о жизни и путешествиях в Швейцарии. Сегодня предлагаю поговорить о поиске жилья в Швейцарии. И я позволю себе дать вам несколько советов, как проще и быстрее найти для себя съемное жилье в этой стране. Давайте начнем с нашей личной истории. Жилье в Швейцарии мы искали два раза. Первый раз в Сан-Галлане, а во второй раз в Тюрихе. И опыт был совершенно разный. В то время как в Сан-Галлане однозначно рынок покупателя, то есть покупатель на самом деле решает, какое жилье он берет. В Тюрихе ситуация противоположная. В Тюрихе рынок однозначно продавца. То есть спрос на жилье выше, чем предложение на жилье. И поэтому поиск вот в этих двух городах совершенно отличался. Давайте начну с Сан-Галлане. В Сан-Галлане мы составили список примерно из 15 разных квартир, которые подходили нам по географическому расположению и по цене. И дальше назначили индивидуальные встречи либо с владельцами этих квартир, либо с представителями агентств, которые управляют недвижимостью для владельцев квартир. В Швейцарии очень часто владельцы жилья сами не сдают его напрямую, а они передают управление всей административной волокитой в специальные агентства. Поэтому, наверное, в 80-90% случаев вы лично встречаетесь не с владельцем, а с представителем агентства. Было довольно удобно, потому что все вот эти термины получилось сделать, по-моему, за полтора дня, один или полтора дня. И очень часто агенты, которые управляли вот этой недвижимостью, был один и тот же человек, поэтому не пришлось знакомиться за день с 15 разными людьми, а это было 3 или 4 человека из разных агентств, которые показывали квартиры. В итоге мы остановились на лучшем для нас варианте и, в принципе, без проблем получили квартиру, которую хотели. В Терехе ситуация иная. В Терехе, как правило, никто не подстраивается под вас. Вам назначают термин, на который вы либо приходите, либо не приходите. Причем, как правило, время, которое вам назначили, назначают не только вам, а назначают абсолютно всем желающим. В итоге перед квартирой выстраивается очередь в 30, 40, 50, иногда и 100 человек. Люди смотрят квартиру, а дальше подают заявки на то, чтобы снять эту квартиру. И только, естественно, одна семья, либо один человек в итоге получают эту квартиру. Так вот, я собрала мои 5 советов, как увеличить шансы того, что понравившаяся квартира достаранится именно вам. Поехали! Совет номер 1. Приходите за 15-20 минут до назначенного времени. Здесь вы убьете двух зайцев сразу. Во-первых, когда вы придете до назначенного времени, вы сможете действительно лучше рассмотреть квартиру без толпы людей. А во-вторых, как правило, человек, который показывает квартиру, приходит заранее, не в точно назначенное время. И у вас будет возможность завязать какой-то контакт, какое-то личное знакомство с этим человеком. И чем лучше вы разовьете вот этот личный контакт с этим человеком, тем больше шансов, что вы получите жилье. В нашем случае в Тюрихе получилось так, что мы пришли смотреть одну квартиру. Я абсолютно случайно пришла раньше, потому что я часто прихожу раньше. Разговорила с человеком, который ее сдавал. И он сказал, что в этом же доме есть еще одна квартира, которая, может быть, нам даже подойдет еще и больше. И так и получилось в итоге. Мы действительно взяли вот ту квартиру вторую, которую нам посоветовал человек, который ответственный за этот дом. Поэтому приходите пораньше. Тем самым вы наладите личную связь с человеком, который вам в итоге может сдать это жилье. Совет номер два. Если вы собираетесь жить в квартире не один, а, например, со своей семьей, со своим партнером, либо детьми, желательно, чтобы вы все сразу приходили на посещение квартиры. Дело в том, что швейцарцы очень не любят покупать кота в мешке, и поэтому они с удовольствием хотели бы сначала увидеть и познакомиться со всеми членами вашей семьи, которые собираются жить в этой квартире. Никому не нужны проблемные жильцы. И уменьшить вероятность того, что вы проблемные, они могут лишь тем образом, чтобы познакомиться с вами лично. Поэтому, если есть такая возможность, приходите все вместе смотреть квартиру для того, чтобы лично познакомиться с человеком, который ее сдает. Совет номер три. Это подготовьте и обязательно возьмите с собой все документы. К документам относятся, во-первых, сопроводительное письмо, в котором вы рассказываете коротко о себе и пишете, почему бы вы хотели получить это жилье. Да, как это смешно не звучит, это так. И желательно, чтобы это письмо было не на английском, а на локальном языке. Еще один документ, который немаловажен, это выписки из полиции, а также выписка о том, что у вас нет никаких проблемных задолженностей и кредитов. Если вы, например, переезжаете из Швейцарии, то, из Германии, прошу прощения, то желательно взять выписку из скоринговой системы ШУФа. Если в другой стране, в которой вы жили раньше, тоже есть скоринговая система кредитная, то обязательно тоже возьмите эту кредитную оценку. Еще один документ немаловажный. Это рекомендация от предыдущего владельца квартиры, которую вы снимали. В нашем случае мы переезжали сначала из Германии в Сан-Галлен, потом из Сан-Галлена в Тюрих, и мы брали вот эту письменную рекомендацию и от нашего владельца квартиры во Франкфурте, и от агентства, которое нам сдавало жилье в Сан-Галлене. Совет номер четыре. Помимо письменных рекомендаций, позаботьтесь о том, что у вас будут еще и хорошие устные рекомендации. Вас попросят оставить какие-то контакты людей, которые могут позвонить, и они смогут рассказать о вас. Чаще всего это контакты вашего работодателя. Я оставила контакты своего начальника и была очень удивлена, когда ему действительно позвонили. И не просто спросили, там работает такой-то человек на такой-то должности, подтвердите, пожалуйста, зарплату, а действительно стали прям подробно расспрашивать обо мне. Мне потом коллеги говорили, что я вся покраснела, потому что это все происходило прямо возле меня, и моему начальнику пришлось меня там расхваливать и рассказывать, какая я хорошая, и что я на 100% пройду испытательный срок. Пятый совет финальный. Если вам квартира действительно понравилась, то самый важный совет, который я вам могу дать, чтобы повысить ваши шансы, отдайте ваши документы как можно быстрее. Если вы будете первым человеком, который подаст заявку на эту квартиру, то ваши шансы ее получить самые высокие. Желательно, чтобы все документы уже были при вас. И я помню, что когда мы посмотрели квартиру, мы тут же забежали в ближайший Burger King, чтобы заполнить оставшуюся анкету. Тут же все отсканировали, отправили по электронной почте, потом тут же спаковали в физическое письмо, отправили по обычной почте. И на следующий день я еще и позвонила человеку, который ответственный за наше жилье, чтобы переспросить. Получили ли они документы? И воспользовалась случаем, напомнила о себе и рассказала, как же важно нам получить именно эту квартиру. Я думаю, что если вы живете в Швейцарии, то вам однозначно есть чем поделиться в комментариях. Расскажите, какой у вас был опыт поиска жилья в Швейцарии в целом и, может быть, в Цюрихе. Большое спасибо, что досмотрели. До встречи. Пока.